Протягиваем выпуск. Минулой ночью на Жлобинском БМЗ была спынена работа одной из печа. Вышел со строя газоход. Причины несправности устанавливаются, потерпелых нема. У одновлений обсталевания заденечены ремонтные службы предприемства. Тем не менее, факты свечать. Завод работает и поспехово. Выники лета показали одновления становшей динамики. С великой загрузкой зараз працуют столядротовые цехи, которые достойно прошли выпробование пандемии. Подробности в наступном сюжете. Весной столядротовые цехи завода целиком отчули, как пандемия COVID-19 уплывая на сусветную экономику. Опыт на металлокорд и бортовый бронзованный дрот резко снизился. Буйные европейские компании по выработке шин, партнеры БМЗ, сбавили темпы работы. Тем не менее, летом ситуация значительно полепшилась. За первую полову сезона выработка металлокорда повеличилась на 117%. У порауна не с маем. Жнивень отзначился еще большей активностью. Столядротовые цехи выробили и отгрузили 30 тысяч тонн продукции. Пока шикбольж за майские личбы на 150%. Цехи карпатливо працуют и не плануют снижать вытворчие темпы. На сентябрь плановое задание метизного производства в достаточно большом объеме добавило производство и отгрузку. И мы с уверенностью говорим о том, что взятые на себя обязанности в части договоров мы выполним в полном объеме. Жнивень – саправды гараж и месяц для жлобинских металлургов. Додатковые заказы – еще одна причина, по какой повеличились объемы вытворчасти металлокорду и бортового бронзованного дроту. Свои обовязательства коллектив завода поспехово выканал. В августе текущего года потребители металлокорда бортовой бронзированной проволоки наряду с контрактными объемами разместили на БМЗ дополнительные заказы на данную продукцию в объеме почти 1000 тонн. Речь идет о шинных заводах, расположенных в Сербии, Германии, России, Румынии, Венгрии, Чехии. По выниках семи месяцев БМЗ реализовал за мяжой амаль полтора миллиона тонн продукции. География экспорту – 50 краин. Основные заказчики – Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, Телерадо и компания Гомель.